Всем привет, с вами Иван Жданов. Сегодня 23 сентября и 212 день войны. Прежде чем мы начнем новости, хочу сказать, что мы запустили канал в Телеграме, где собираем всю информацию про мобилизацию. В этом канале вы можете получить информацию, получить юридический совет, передать нам фото, видео, важную информацию про мобилизацию, рассказать вашу историю успеха, как вам удалось противодействовать или избежать мобилизации. Мы будем собирать данные, генерировать важные инструкции. В общем, подписывайтесь, ссылка внизу, мобилизация новости. А теперь переходим к военной сводке. Украинские войска особо не обращают внимания на новости о мобилизации и референдумы, а ведут свою войну. Вчера вечером началось наступление в обход Лимана через Карповку и Редкодуб. Пока точно неизвестно, куда смогли пробиться ВСУ, но путинские части в Лимане может оказаться в окружении. В то же время российские части плотно подошли к Бахмуту. Идут бои в Зайцево и Отрадовке. Украинские части готовятся оборонять западную часть города Бахмут. Есть информация о подрыве мостов через реку Бахмутку. По всему фронту проходят локальные бои. Никакого затишья нет. Кроме того, продолжаются обстрелы украинской территории. Градами и тяжелой артиллерии ударили по Никополю и Марганцу. Погибли как минимум два человека. Российская армия все чаще использует иранские дроны «Шахид» в атаке на украинские объекты. Поэтому израильское правительство разрешило передать Украине системы для перехвата дронов. Украинцы уже используют разные антидроновые оружия и системы создания помех. И, судя по их сообщениям, весьма успешно. А вот такую технику использует российская армия. Снова танки Т-62 в составе военных эшелонов появляются уже регулярно. Я еще раз напомню, танк принят на вооружение в 1961 году, то есть больше, чем 60 лет назад. Массовая раздача винтовок трехлинейных мобилизованным уже не выглядят, как какая-то шутка. А мобилизация в России идет полным ходом. Появляются многочисленные кадры, как запасников провожают на сборы, а спустя две недели они уже будут в Украине. Я говорю, вы все военные, мужики. Все. Игрушки закончились. Вы все военные. Три дня здесь. Борт. Две недели до подготовки, до укомплектования подразделений. Зарплата как контрактнику, офицеру-прапорщику в зависимости от вашего звания. Десятки людей прибывают в военкоматы по повесткам. Здесь я хочу заметить, что повесток нужно на самом деле избегать. Их не подписывать, не брать в руки. И даже если вам ее все-таки вручили, вы всегда можете выбрать не идти по ней. Выкиньте ее, сошлитесь на плохое здоровье, что-нибудь такое. Нужно делать все возможное, чтобы не погибнуть на этой преступной, агрессивной войне. А если вы попадаете в Украину, то шансы уйти живым у вас будут небольшие. Даже если вы еще в учебке, можно сбежать и оттуда. Эта война вам не нужна. Вот в Дагестане местные жители выступили против отправки войска своих соседей. В селе Бабаюрт хотели мобилизовать семь мужчин. Жители села не растерялись и сначала устроили митинг у военкомата, а потом перекрыли федеральную трассу. В итоге всех мужчин удалось отбить. Понятно, что военкоматы сейчас перегружены работой, и всех мобилизованных не успевают вовремя отправить даже в учебки. Думаете, людей отпускают ночевать домой? Нет, их держат в военкоматах, чтобы никто не убежал. Поэтому убежать оттуда нужно. Вот, например, это видео из Волгограда. Все люди спят на лавочках. Вот на таких, блядь, на тонких. Вот, все. Ну что это такое? И если кто-то думает, что призывают только годных по здоровью, то это тоже не так. В Воронежской области поездку вручили мужчине с позвоночными грыжами, который даже сидеть не может. Никакой медкомиссии, разумеется, у него не было. Уже сегодня он должен отправиться на сборы. Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко подтвердил, что ограниченно годные к военной службе категории В подлежат частичной мобилизации. Их вроде как должны призывать в последнюю очередь. Но это правило никто не соблюдает. Ну какая это частичная мобилизация? Конечно, всеобщая. В связи с этим неудивительно, что в России продолжают гореть военкоматы. Этой ночью подожгли военкомат индустриального района Хабаровска. Говорят, горело помещение с личными делами военнообязанных. Что боги огня-то творят? А вот в Чечне мобилизации не будет. Об этом заявил Кадыров. На совещание со своей свитой они подсчитали. Некий план призыва в республике уже выполнен якобы. Якобы они заранее набрали нужное количество солдат и отправили на фронт. Правда, там их особо никто и не видел. А уж в бою-то и подавно. Но возникает пара вопросов. Есть указ президента. Там нет никаких исключений. То есть Кадыров берет и не исполняет своим решением, своей волей указ президента. Потрясающе. Пусть жители других регионов воюют. А во-вторых, сколько раз уже Кадыров бил себя в грудь и рассказывал нам о добровольцах из Чечни. Все они добровольцы. Вот такие смелые, крутые, едут бить нацистов. Что неправда, только в ТикТоке сниматься. Но это добровольно, по собственному желанию. А мобилизация-то принудительная. Она не зависит от добровольцев. Просто в очередной раз Кадыров решил, что он лучше других. И его регион на особым положении. И как ему захочется, так и будет. Вот такая федерализация. А вернее, султанизация. А Турчак сообщил, что сразу четверо депутатов-ядросов попросились на войну с Сами. Милонов, Кубезов, Саблин, Сокол. Ну что же, посмотрим, как быстро они там посидят чуть-чуть, выпьют пивка в окопе и поедут домой. Скорее всего, так оно и будет. На оккупированных территориях начались псевдореферендумы. Избирательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. Уважаемые жители Калининского района. Колоночки вообще мощные, конечно. Конечно, выглядит это все максимально убого. Даже внешне не похоже на нормальный референдум. Вот, например, голосуют в автобусе. Понятно, что все видео, которые будут сейчас появляться, сняты для пропаганды. Мы же помним, как эти все военные корреспонденты снимали театральные военные действия. Иногда бывало, что и в тылу никаких сотен участков нет. Нет никаких очередей. И нет никаких референдумов. Сейчас они поснимают что-то, вот такое четыре дня. А затем объявят, что якобы все население голосует за присоединение к России. Вот посмотрите. Ни разу не похоже на организованное голосование. Правда? Разрешили даже по команде вольно стоять. Поэтому относиться к этим референдумам надо как к обману и только. Это примерно то же самое, как если бы немцы проводили референдум в оккупированном Ростове-на-Дону в 42-м году. Тем временем начался суд по иску Алексея Навального в К6 по поводу того, что его посадили в ШИЗО за регулярное растягивание верхней пуговицы РОБы. Такие заседания – это единственная возможность увидеть и услышать Алексея. Некоторые СМИ выложили фрагменты речи Алексея по поводу мобилизации. Давайте послушаем. Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут, непонятно за что, в окопах где-то там десятки тысяч семей лишатся матери, брата, отца и так далее. Если выступить против того, чтобы сотни тысяч наших людей отправляли убивать непонятно кого, невиновных таких же людей, я посижу 12 суток и сколько еще нужно посидеть для того, чтобы иметь и защитить свое право выступить против этого. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Алексей выступил четко против преступной мобилизации, против того, чтобы Путин, как преступник своей банде, пытался замазать всех вот этой кровью невинных украинских мирных жителей. Понятно, что какими бы ни были его аргументы в суде, по существу дело это не оправдает его, не отменит ШИЗО в этом суде. Ведь сидит он там не потому, что нарушал какие-то правила, а потому, что Путин приказал издеваться над Алексеем, запихнуть его поглубже, чтобы он мучился и молчал, и не говорил, что он против этой преступной войны. Поэтому с адвокатом не дают общаться, кстати. Поэтому такие суды, это небольшое окошко возможностей для того, чтобы он высказался, для того, чтобы он сказал свою позицию. И это окошко очень важное. Помочь можете и вы. Распространите это видео, поставьте лайк, напишите комментарий и обязательно следите за обновлениями на нашем канале. Напомню, что все срочные новости по мобилизации мы будем размещать в нашем телеграм-канале «Мобилизация», ссылка в описании. А уже завтра выйдет итоговая передача «Военное положение», где мы и увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!